Утро доброе! Весе утро! Корчаева Черкесия с вами. Сегодня астрономический день лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Ну а что приготовила нам погода, мы узнаем чуть позже. А сейчас время новостей. В Корчаево Черкесии будет создан туристический портал с оцифровкой туристских маршрутов и объектов республики. Соответствующие поручения региональному правительству дал глава республики Рашид Темреза во время оглашения своего послания. Он подчеркнул, что туризм стал одной из самых динамично развивающихся отраслей и является стратегическим ресурсом республики. За последние годы наблюдается уверенный рост числа туристов. Благодаря поддержке в экономном развитии России компании «Кавказ-РФ» ведется разработка мастер-планов развития курортов республики, направленных на комплексное развитие территории. Разработка мастер-плана поселка Архейса и Софийская поляна находится на финальном этапе. К концу июля 2024 года будет представлен мастер-план поселка Дамбай и прилегающих к нему территорий. С целью оздоровления и летнего отдыха по приглашению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова в республику приехали 120 ребят из Луганской Народной Республики. Им от 12 до 16 лет все ребята были размещены в летнем лагере «Жемчужина Кавказа» в городе-курорте Тибердам. В летнем лагере, где проживают дети из Луганской Народной Республики, созданы условия для полноценного отдыха и досуга. Гостей региона ждет насыщенная программа, увлекательные экскурсии, посещение достопримечательностей Карачаева Черкесии, в процессе которых ребята познакомятся с культурой, искусством, кухней народов, населяющих нашу республику. Ребята находят себе новых друзей. Я приехал сюда первый раз за все время. Здесь очень красиво, здесь есть очень красивые горы, живописные пейзажи. Мы уже ходили на Лермонтовский камень, там было прикольно, пофотографировались с камнем. В лагере все прекрасно, здесь очень дружные ребята, здесь очень дружный коллектив. И здесь часто проводится много мероприятий, как и спортивных, так и просто дружных, по вечерам дискотеки. Вот недавно было, допустим, мероприятие по волейболу, соревнования среди отрядов, среди мальчиков и девочек. Третий отряд стали абсолютными чемпионами. Здесь проводится, ну, здесь шикарно, я не знаю, что еще сказать, мне очень нравится. Я не первый раз в лагерях езжу, но вот этот я вот запомнил. У нас был очень интересный поход в Тибердинский заповедник, мы также заходили в музей. Вот я уже третий раз там, но вот животных всегда приятно видеть, причем они даже пополняются. Вот раньше не смог встретить Яков, а вот сейчас они там были. Также мы ходили возле лагеря Аль-Таир на природу свежую, посмотрели как раз на горы, очень понравилось мне. А вот из внутренних активностей мне очень нравятся дискотеки, и мы иногда даже проводим свечки, где мы общаемся с всем отрядом, и эта атмосфера очень сильно сближает нас. И поэтому это, наверное, один из лучших лагерей, который я посещал. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь, хороших выходных, и в заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и мощным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 8-13, днем плюс 23-28, в горах местами плюс 15-20 градусов. В Черкесске дождь и гроза ночью, ну а днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 26-28 градусов.